Приветствую! В одном из предыдущих видео я рассказывал о постанове 1487. Это та постанова, в которой введен новый порядок введения и организации воинского учета в Украине. Так вот, там 30 минут почти я рассказываю о том, что же такого интересного есть в этом порядке, достаточно подробно. Ссылочка на это видео будет в описании к данному ролику. В данном же видео мы поговорим о том, обязательно ли выполнять это постановление. Дело в том, что многие люди в комментариях написали такую мысль, что мол, ну это же постанова Кабмина, это же не закон, а чего мы ее будем выполнять? И вот здесь я отвечу на вопрос, а нужно ли выполнять постановление Кабинета Министров 1487 и какие же последствия ждут тех людей, которые не будут ее выполнять? Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к действующему законодательству и в первую очередь к Конституции Украины, а потом к закону о Кабинете Министров Украины. Итак, друзья, сейчас вы на экранах видите Конституцию Украины, а если быть точнее, обратимся мы к 117 статье данного нормативно-правового акта. И здесь мы видим, что Кабинет Министров Украины в границах своей компетенции издает постановления и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению. Поэтому, друзья, это первый акт, который говорит о том, что постановления Кабинета Министров являются обязательными. И это акт, напомню, высшей юридической силы в Украине, поскольку в самой Конституции написано, что это основной закон Украины. В подтверждение этого дальше мы можем найти закон о Кабинете Министров Украины. И здесь, в статье 49 найти, по сути, то же самое положение. Кабинет Министров Украины на основании во исполнение Конституции и законов Украины, актов президента Украины, постановлений Верховной Рады Украины, которые приняты в соответствии с Конституцией и законами Украины, издает обязательные для исполнения акты, постановления и распоряжения. Что это значит? Это значит, во-первых, что постановление Кабинета Министров Украины нужно выполнять, и граждане Украины, как и лица безгражданства, и лица других, граждане других государств, тоже обязаны исполнять постановления Кабинета Министров. То есть, они являются обязательными для всех. Конечно же, постанова Кабмина 1487 является обязательной для граждан Украины. Поэтому, друзья, вопрос о том, нужно выполнять ее или не нужно, мне кажется, он снят. Обратите внимание, что Кабинет Министров, он не, по сути, создает новых норм. Он принимает постановления во исполнение законов Украины и Конституции Украины. Имейте это в виду, что, по сути, все эти обязанности, которые написаны в постанове 1487, они записаны в законе. В законе о воинской службе и воинской обязанности и в Конституции Украины. И просто, по сути, Кабмин детализирует их. При этом, что будет, если не выполнять постановы Кабмина? Да, вот есть люди, которые говорят, да их можно не выполнять, да наплевать. В принципе, да, человек может не исполнять постановление Кабмина 1487. Ну, как и нарушить любой другой закон, человек может, но за это нарушение последствует юридическая ответственность. И вот давайте посмотрим, какая же юридическая ответственность последует в этом случае. У нас есть Кодекс Украины о административных правонарушениях. В этом Кодексе есть вот такая статья 210, которая предполагает ответственность призывниками, военно обязанными, резервистами за нарушение правил воинского учета. И вот здесь мы видим, что первая часть предполагает здесь у нас штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть это от 510 до 850 гривен. А дальше есть вторая часть еще, да. И здесь указано, что повторное в течение года нарушение, либо же нарушение в особый период. А я напомню, друзья, что сейчас у нас как раз вот тот самый особый период и сейчас действует для всех вот эта часть номер 2 статьи 210 Купап. И здесь, как мы видим, штраф уже идет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 850 гривен до 1700 гривен. Друзья, надеюсь, вы увидели, что в соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины о Кабинете Министров Украины, граждане Украины обязаны выполнять постановление 1487. При этом обратите внимание, что за невыполнение этой постановы предусмотрен административный штраф. И этот штраф установлен в размере от 850 гривен до 1700 гривен. При этом хочу обратить ваше внимание, что по сути на этом ответственность заканчивается. То есть уголовной ответственности за нарушение этих правил не предусмотрено. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. А я напомню, что на моем канале есть много полезной информации, которая касается военного положения и мобилизации в Украине. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok